МРТ-кабинет диагностика в Мирном улучшит профилактику заболеваний. Где отдохнуть в весенний тур-сезон в Якутии. Подлёдная рыбалка и свежий воздух парка «Синяя». Это новости в прямом эфире в студии Юлия Великодная. Пожар унёс жизнь в Усть-Майском районе. Установлено, что двухэтажный дом был обесточен. Жители использовали свечи, а также пользовались портативными газовыми плитами. Возгорание произошло на улице Куйбышева села Эльдикан. К моменту прибытия подразделения через две минуты горели две квартиры. Самостоятельно покинули дом 29 человек. Двое пострадали, погибла женщина. Дом поврежден по всей площади. Есть погибшие один человек и пострадавшие двое человек. Состояние пострадавших удовлетворительное. Было произведено эвакуация 30 человек, в том числе 8 детей. На данный момент ведётся уточнение списков. Фамилии, имен, отчество. Эвакуапунты в посёлке Эльдикан развернуты. В существующем интернате при Эльдиканской школе по питанию, по размещению, все силы и средства задействовали. В Якутске разбился насмерть мужчина. Он упал с 13-го этажа новостройки по улице Короленко. Инцидент произошёл накануне примерно в 19 часов. Тело погибшего обнаружили на крыльце подъезда жители дома. По факту произошедшего проводится следственная проверка. На место происшествия выезжали сотрудники следственной оперативной группы, которыми установлено, что оперение произошло с балкона квартиры, расположенной на 13-м этаже дома. При осмотре следователям обнаружена предсмертная запись. Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний молодой человек. В настоящее время в рамках процессуальной проверки проводятся первоначальные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. В Якутске простились с генеральным директором холдинга «Саха-Медиа» Кириллом Алексеевым. Близкие друзья и коллеги вспоминают о нем как о настоящем профессионале. Человеке, который болел за независимые источники информации. Он добился того, чтобы читатели в районах получали государственную корреспонденцию бесплатно. Совокупный тираж газет «Саха-Сире» и «Якутия» достиг 110 тысяч. Он был идейным вдохновителем модернизации республиканского пресс-центра в современный оборудованный медиа-центр. Его жизнь оборвалась 8 марта. Он был в командировке в Москве. В июне ему бы исполнилось 49 лет. Все, кто Кирилла знали, они его все знали как абсолютно такого светлого, доброго, искреннего человека, талантливого. И те годы, что мы с ним работали, у нас много было всякого и хорошего, и не очень, и трудные были времена в редакции. И все это мы переживали. Кирилл никогда не терял вообще оптимизма, присутствие духа, жизнелюбие. У него всегда было очень много планов. Я видела, что человек очень дальновидный, он чувствует людей, он притягивает нужных людей, которые могут реализовать все его задумки. Ну и люди сами к нему тянулись, конечно. Ну, такой человек добрый, открытый он, ну, просто не может не нравиться, конечно. Он был великим профессионалом. Идет независимое вещание, независимые газеты, независимую информацию. Постоянно был обмен информацией, обмен журналистами, работали и там, и там. В общем, было очень интересное время, интересное будущее. Очень жаль, что Кирилл ушел, ушел рано, потому что те перспективы, которые он сейчас заложил, они еще будут долго-долго в будущем работать и просвещать, и информировать население нашей республики. К другим темам, фермерским хозяйствам, в которых не хватает корма, доставят более тысячи тонн из Магаданской области и Амурского края. В том числе в Намский район привезут 460 тонн грубого корма, а в Усть-Алданский и Хангалаский доставят 200 и 300 тонн. По словам фермеров, весной неизбежен дефицит сена. Сейчас в республике насчитывается 72 тысячи лошадей на подкормке. Как сообщает Минсельхоз региона, затраты по транспортировке сена будут финансироваться из республиканского бюджета. Всего планируется из-за пределов республики 1089 тонны, в том числе из Магаданской области 661 тонна и из Амурской области 421 тонна. Из Магаданской области отгружено 7 автомашин, из Амурской области тоже 7 автомашин. То есть мы планируем завершить объем перевозок в течение марта месяца. Два фонда поддержки малого бизнеса, в частности индивидуальных предпринимателей, будут созданы в Якутии, сообщил Егор Борисов во время прямого эфира на телеканале НВК Саха. Он также отметил, что якутские мастера и умельцы могут производить не только качественные товары, но и настоящие произведения искусства. Ранее мы сообщали, что фонд поддержки местного производства Якутии планируется выделить 2 миллиарда рублей. С 1 апреля этого года россияне смогут оценивать работу поликлиник на портале государственных услуг. Эта функция в качестве эксперимента появится в личном кабинете «Мое здоровье». Те, кто записался на прием к врачу через личный кабинет, смогут оценивать качество медицинского обслуживания. До конца года сервис будет работать в качестве эксперимента в рамках одного из приоритетных проектов, а при его востребованности станет постоянным. В Мирном открыли первый и единственный в Западной Якутии кабинет МРТ-диагностики. Новый долгожданный аппарат улучшит профилактику заболеваний. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Вопрос о приобретении аппарата МРТ мирнинцы поднимали много лет. Открытие кабинета стало возможным благодаря муниципально-частному партнерству. Администрация выделила помещение, а частная клиника закупила и установила оборудование. Новый магнитно-резонансный томограф является единственным в Западной Якутии. Компьютерные томографы в районной больнице уже давно устарели и не всегда отражают полную картину заболевания. Эти два метода друг друга отчасти в некоторых вопросах заменяют. Но магнитно-резонансная томография, она очень хорошо видит мягкие ткани. Поэтому для обследования внутренних органов, головного мозга, позвоночника, печени, органов брюшной полости, сердца, того же самого проведения контрастных исследований, я думаю, что оно более интересно. Стоит отметить, что проект коммерческий. Однако и клиника, и местные власти готовы работать над тем, чтобы услуга стала доступнее. Рассматриваются варианты вхождения либо в систему ОМС, она, как правило, проводится заявительного характера в конце лета, для работы в будущем году. При выделении определенных объемов, либо заключаются прямые договора с федеральными бюджетными организациями. В данном случае возможен вариант заключения прямого договора с Мирницкой центральной районной больницей для выполнения определенных объемов. Прием первых клиентов планируют в апреле. Будет создана группа для бесплатного обследования, преимущественно из малоимущего населения. Также в ближайшее время здесь для удобства людей с ограниченными возможностями установят пандусы и лифт. Марьяна Кудукова, Евгений Тайтонов, Мирный. В Якутии создан государственный заказник федерального значения Новосибирские острова. Напомним, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Создание природного заказника будет способствовать сохранению уникальных островных экосистем российской Арктики, имеющих большое природоохранное и научное значение, а также сохранению историко-культурных объектов, связанных с периодами открытия и изучения островов. Создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектах на землях, включенных в границы заказника. В Якутии открывается весенний туристический сезон. В этом году природный парк «Синие» ждет гостей на подледную рыбалку и активный отдых. Стоит отметить, что это еще и сказочное место. Здесь расположены синские столбы. О достопримечательности реки «Синие» расскажет Сардана Захарова. После долгой морозной зимы в мартовские солнечные дни нет ничего лучше отдыха на свежем воздухе. В это время на реке «Синие», где действуют две туристические базы, полно отдыхающих. В основном сюда приезжают порыбачить. Рыба на реке ловится отменная. Достаточно крупные окунь, щука и сорога. Для каждой рыбы, ну вот для клева его, для жора, так скажем, свое определенное время. Сейчас вот так посидим, потом вечером уже после захода солнца выедем на базу, вот на туристическую вере Дмитриевне, там мы поужинаем, полчасика отдохнем. И часам где-то к восьми вечера будем стучать на лимов. На лимов вот сейчас мы потихоньку вот и шеи отлавливаем мелкие. Позже уже начинает ловиться щука, окуня начинает ловиться. Главным украшением природного парка являются тянущиеся на десятки километров скальные берега под названием Синские столбы. Столбы достигают 100-метровой высоты, образуя фигуры самых замысловатых форм. Это по-настоящему завораживающее сказочное место. Летом местные туристы, туристы из Якутска, не могут посмотреть Синских гор, так как находятся далеко. А зимой вот с помощью трекола мы должны показать, ну сейчас программа такая идет, зимние скалы. Ну они, зимние скалы, они различаются, чем летом. Они, ну говорят так, туристы. Летом река Синяя раскроется во всей своей красе и будет ждать гостей на сплавы на байдарках. Сардана Захарова, Михаил Мордовской-Мехута, Иван Слепцов, Горный. Цикл документальных фильмов о людях, проживающих в Якутске, презентовали в Синема-центре. Авторский проект творческой группы «Кюна Голор» длится 40 минут. Дмитрий Тымыров с подробностями. Якут – столица республики Саха-Якутия, одного из самых многонациональных регионов России. С коренными народами в маленьком северном городке оброживают более 140 национальностей. В документальном цикле автор и проектор рассказывает о жизни национальных диаспор, об истории их заселения Якутии, их национальных традиций, об условиях жизни их на Крайнем Севере, о ярких представителях диаспор. Через показ фильма они хотят также осветить вопрос в обреченности диаспор в общественную, культурную и деловую сферу жизни города и их влияние к культуру коренных народов Якутии. Главной задачей проекта является укрепление дружбы между народами, взаимопонимание и взаимоуважение, укрепление межконфициальных и межнациональных отношений, прививание для подрастающего поколения, взаимоуважение ценностей и национальных особенностей других культур, которые проживают на территории Якутии. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь в курсе событий с нами. Всего доброго и до встречи в эфире. Живя в городе, сложно представить масштабы республики. Пять лет назад я увлекся внедорожным спортом. Бескрайние просторы, неповторимые пейзажи, которые не встретишь нигде. Я люблю Якутию.